Техника эффективного приглашения по телефону Итак, вы составили список имен Вы увидели перед собой большой рынок потенциальных кандидатов в ваш бизнес Теперь мы начнем завоевывать этот рынок Для успешного начала запомните важный совет Вы должны влюбиться в то дело, которое начинаете Да, именно так Часто мы гоняемся за формулой успеха, хотим ее списать, подглядеть у кого-нибудь А она прячется внутри нас Потому что успех на 90% зависит от вашего отношения к делу И лишь на 10% от техники действий Эффективное общение это не только передача информации Но и воодушевление одного человека другим Чем больше энтузиазма и воодушевления Тем больше клиенту захочется общаться с вами Тем быстрее вы добьетесь успеха Представьте, что вам на двоих Прямо сейчас дарят новую машину с ключами и документами Но только при одном условии Вы сами должны найти этого второго обладателя авто Какая будет в этом случае ваша энергия? Какой настрой? Кого вы пригласите? И как? Вспомните, как пригласили на первую встречу вас самих Что вас затронуло в этом приглашении? Что стало ключевым моментом? Конечно, начинать делать приглашение имеет смысл только тогда Когда вы сами уже находитесь в этом бизнесе Иногда доводится слышать Сначала я приложу парочку людей Они подпишутся, а потом и я войду в компанию вместе с ними, командой Это иллюзия Один из основных принципов успешного предпринимателя Мы продаем те сапоги, которые носим сами Поймите, вы обладаете уникальной возможностью, которой ждут миллионы людей Надо только дать им это Из каждых 100 знакомых вам людей 10-15 серьезно подумают о том, как найти дополнительный источник дохода Однако, как правило, эти 10-15 человек не торопятся сообщить вам о том, что они ваши готовенькие клиенты и деловые партнеры Когда вы начнете приглашать людей на встречи и проводя эти встречи Вам придется много узнавать о своем окружении Слышать различные мнения о вас и выбранном вами пути Может получиться, что некоторые старые вывески ваших отношений с людьми поменяются, а какие-то засверкают новыми красками Надо быть готовым и к скепсису При этом советуем помнить, что каждый отказ – это шаг к ответу «да» Посмотрите, сколько еще имен в вашем списке, сколько людей вокруг вас В нашем бизнесе нет слова «нет» Есть слово «когда» Когда будешь готов, тогда мы с тобой и поговорим Вы должны понять и то, что любой отказ не является выпадом против вас лично При отказе человек в первую очередь отказывает самому себе Не забывайте, что сетевой маркетинг – это бизнес сортировки, в котором категоричные отказы составляют примерно 20-30% Это нормально Одни говорят «да», другие «нет» Ну и что же? Следующий, пожалуйста Хотя даже с теми, кто отказывает, все же можно иметь дело Например, брать у них рекомендации Кого приглашать в первую очередь? Советуем начать приглашение с конца вашего списка имен Потому что в конце списка обычно стоят мало знакомые вам люди И их согласие или отказ не сильно повлияют на ваш боевой настрой Вам будет очень легко сделать звонок И, следовательно, начать накапливать свой опыт в приглашениях С каждым разом это будет делать все легче и легче Прежде чем начать звонить, решите, на что вы планируете приглашать людей сегодня На бизнес, а значит партнерами в свою команду Или на продукт, чтобы они стали клиентами Скажите себе четко Сегодня я приглашаю людей, которые будут моими партнерами И понесут эту информацию дальше Клиентами я займусь позже Сегодня мы рассмотрим примеры приглашения в вашу бизнес-команду Два слова о телефоне Телефон – это инструмент сетевого маркетинга Который позволяет заработать огромные деньги Есть даже такое мнение – большой счет за телефон к большим доходам Но главное в нашем уроке – не общение по телефону А умение назначить личную встречу так, чтобы человек на нее пришел Нужно научиться делать это предельно лаконично, четко и доходчиво Теперь о том, куда приглашаем Туда, где наш гость узнает о возможностях нашей компании Это может быть Рандеву Встреча гостя с вашим вышестоящим партнером Или презентация Возможно и другие мероприятия Где ваш гость узнает о возможностях бизнеса В домашних клубах Интернет-конференциях Специальных мероприятиях, которые организуют лидеры компании Но цель остается одной и той же Мы делаем звонок И человек приходит на деловую встречу Где его ожидает серьезный разговор А не просто встреча непонятно для чего И непонятно с кем Начните делать первые звонки вместе со своим вышестоящим партнером Чтобы он послушал вас Или даже поучаствовал в разговоре Проиграйте несколько вариантов Попробуйте себя в разных ролях Запишите на диктофон Послушайте, что получилось Работайте с телефоном смелее У вас есть хорошие новости для людей Позвоните знакомому И скажите ему следующее Я начал свое дело И хочу познакомить тебя с ним Я работаю в команде Очень серьезного человека Он сейчас рядом И хочу, чтобы ты с ним поговорил И передайте трубку партнеру Партнер Мы с вашим знакомым Уже некоторое время работаем вместе Он мне сказал, что вы предприимчивый человек А нам как раз нужны такие люди Поэтому я предлагаю встретиться Втроем завтра В 11 или 18 часов И все обсудить В любом телефонном звонке Придерживайтесь следующей последовательности Структура звонка Шесть шагов Шаг первый Представьтесь Добрый день Или вечер Это звонит Назовите свое имя В любом случае Даже если вас узнали Шаг второй Уточните, кто вы Если давно не виделись Напомните о себе Мы вместе с вами Шаг третий Вовремя ли мы звоним Если человек готовит на кухне Или смотрит чемпионат по футболу Это не даст ему возможности Внимательно отнестись к приглашению У вас сейчас есть возможность Выслушать меня? У вас есть несколько свободных минут? Вы сейчас свободны? Варианты ответа Вариант первый Нет, я занят Хорошо Я могу перезвонить через час Или завтра вечером? Вариант второй Да Отлично И переходите к сути дела Шаг четвертый Само приглашение Мы рассмотрим разные варианты И дадим чуть позже Заготовки текста Шаг пятый Договориться о времени И месте встречи Используя технику Выбор без выбора Шаг шестой В завершении разговора Уточните Все ли правильно понял Абонент О времени и месте встречи Зафиксируйте итог беседы В своей тетради И ежедневнике Переходите К следующему звонку Вот несколько рекомендаций Для более эффективного Ведения разговора Вы должны четко знать Цель своего звонка Это поможет донести Ее до сознания собеседника У вас должны быть Заготовлены Несколько вариантов Времени и мест встречи Выбирая место Для рандеву Вашего гостя С вашим Вышестоящим партнером Имейте ввиду Что оно должно быть Нейтральным Работа Или дом гостя Для встречи Не подходит Лучше всего Кафе И лобби Бары Отелей Имеет смысл Проговорить эту тему С партнером Заблаговременно В течение Всего разговора По телефону Держите инициативу В своих руках Будьте Не навязчивым А цивилизованно Настойчивым Во время разговора Улыбайтесь Даже если Человек не видит Выражение вашего лица Он чувствует Вашу улыбку Пусть ваша улыбка Будет максимально Дружелюбной Можете потренироваться Перед зеркалом Помогает Идеально Если приглашение Длится максимум Полторы минуты Это обусловлено Психологически На уровне эмоций Собеседник принимает Ваш звонок так Первые 30 секунд Удивление Кто это Следующая минута Интерес Что хорошего Несет мне этот звонок Именно в эту минуту Нужно назначить встречу Через полторы минуты Начинается угасание Интереса Завершайте разговор Вы делаете Деловое приглашение Оно не должно Содержать ничего лишнего Все коротко Лаконично Имейте в виду Если вы начинаете Разговор со слов Добрый день Как ваши дела Это по сути Приглашение К долгой беседе А не начало Короткого Делового приглашения Долгое общение Можно назвать Хождением В гости По телефону Как приглашать знакомых Следуйте Шестишаговой схеме Значения встречи И используйте Следующие Заготовки Я начал заниматься Бизнесом И мне нужны Партнеры Ты человек открытый И амбициозный Поэтому я рассказал О тебе Своим партнерам И попросил Их о встрече С тобой Она может состояться Завтра В 12 Или в 18 Часов Когда тебе удобно Слушай Я нашел Прекрасный способ Как зарабатывать деньги Надо встретиться И поговорить Об этом Твои предприимчивость И коммуникабельность Прекрасно Для этого подходят Звоню тебе Так как знаю Что ты способен Понять Какие Перспективы Дает это дело Создана Новая Перспективная Компания Где есть Место Для нас С тобой Я выбрал Тебя Так как знаю Что ты человек Предприимчивый И не упустишь Такую возможность Часто наши знакомые Они не привыкли И не привыкли слышать И именно Именно поэтому Я предлагаю Тебя На встречу Слушай У меня так много И не упусти И не упустили И не упустили с этой возможностью. Давай завтра пойдем на деловую презентацию в 18.30. Это займет один час. Я хочу, чтобы ты сам увидел этих людей. Я хочу узнать твое мнение и завтра есть возможность на деловой презентации получить необходимую информацию. Смело скажите, что это будет стоить 100 рублей или 2 доллара или 2 евро и так далее. Обратите внимание телефонного собеседника на его имидж. Постарайся выглядеть соответственно. Сделайте акцент на важности встречи и на том, что нужно быть вовремя. Это очень серьезный разговор, именно поэтому будь вовремя. Это очень серьезные люди, будь на месте чуть раньше. Этот человек сможет поговорить с нами о новых возможностях. Разговор займет минут 40. Будь вовремя. Я думаю, что по такому случае ты можешь один раз отпроситься с работы. Человек, с которым я хочу тебя познакомить, может встретиться с нами завтра только в 11 или в 17. Тебе когда удобно? Умейте заканчивать разговор вовремя. Будьте решительными, не позволяйте вами манипулировать. Введите запись информации, полученной в ходе беседы. Потеря информации, потеря денег. Будьте внимательны. Часто мы сами словно программируем ситуацию и даем человеку повод отказать нам или прийти не вовремя. Постарайтесь строить разговор без приставки «не». Человеческий мозг трудно воспринимает эту частицу и слышит только следующее слово. Например, вы говорите «не опаздывай навстречу». А человек слышит «опаздывай навстречу». Лучше сказать «будь вовремя». Я сам буду на месте чуть раньше». Также, если вы говорите «нет», то человеку хочется повторить это слово вам в ответ. То есть, вы говорите «не могли бы мы встретиться». Он может ответить «нет, не могли бы». Но вам нужен другой ответ. Неудачным считается и вопрос «вы заняты?». Он предполагает утвердительный ответ «да, я занят». Старайтесь избегать таких слов, как «надо», «должен», «обязан». Людям не нравится быть должными, обязанными. Используйте лучше дающие слова. «Я хочу предложить тебе», «я предлагаю возможность», «я хочу тебе дать». Людям нравится получать, принимать подарки. Используйте также положительно заряженные фразы, как «прекрасно», «замечательно», «очень приятно», «отлично», а также другие подобные словосочетания. Все эти рекомендации и техники универсальны. Вы можете использовать их и в следующем типе приложений, который называется «получаем рекомендацию». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Должение следует...